Друзья, я в руках держу очень интересное растение. Многие из вас наверное его узнали. Подскажу путешествие по Крыму, в Греции. Это железница или крымский лимонник или по-другому просто лимонник. Иногда его называют скифские женьшени. Здесь у меня достаточно большие такие ветки этого растения. Но я, например, когда в Крыму путешествовала, я видела намного меньше по размеру саму вот эту железницу. Ее очень много. Она определенного, скажем так, внешнего вида. Ее никогда ни с чем не перепутишь. Вот эти ярко-желтые колоски и такой тонкий лимонный аромат. Это растение обладает тонизирующим свойством. Ее очень хорошо принимать утром вместо такого бодрящего чая и вместо кофе. Легкий аромат, легкий лимонный привкус и такого нежно-желтого цвета получается сам чай. Да, действительно это растение обладает свойствами, которые помогут вам утром проснуться, настроиться на работу, собраться с мыслями, подготовиться вообще к тяжелому сложному дню. Но у крымского лимонника или у железницы есть свои особенности. Очень многие люди ее знают, любят пить. Но я бы отметила такой момент, что людям, которые по природе своей, я физиологически опишу, худощавые, тонкокосные, достаточно, можно сказать, эмоциональные, склонны к таким напряжениям постоянным, умственным. По природе своей такие худенькие. Железницу нужно пить с осторожностью, потому что, скорее всего, это растение, вот по моим наблюдениям, обладает свойством разгонять ветер и охлаждать. И часто именно с утра такое состояние, когда у тебя разгоняется ветер, активный мыслительный процесс, несмотря на то, что она его способна успокаивать. Но, скорее всего, железница стабилизирует людей таких, да, плотных, с избыточным весом, с такой плотной костью, да, с большой круглой головой. Ну, вот я описываю такие внешние параметры, чтобы было понятно, что для определенного типа людей железница очень хороша, она как раз и работает, так как я описываю. Но для людей с таким тонким изящным телосложением она слишком активна, поэтому ее долго не рекомендую принимать, буквально там несколько дней и делать перерыв. Несколько дней и делать перерыв. И этого будет достаточно. Она имеет и легкий накопительный эффект, и вот эту бодрость, тонус и приятное утреннее состояние активности, оно будет вам даваться. Для людей более плотных, с избыточным весом, ее можно пить дольше. Можно спить ее спокойно, 20 дней, 30 дней. И напомню, что это тонизирующее растение, и лучше всего его принимать в первой половине дня. Многие из нас пьют кофе утром, и обязательно это такой ритуал, который помогает проснуться, открыть глаза и быстро заниматься какими-то нашими обыденными вещами. И многие из вас знают, что кофейный эффект, он длится недолго, через какое-то время происходит откат, и наступает что-то похожее на усталость и вялость, буквально через 2-3 часа. Есть определенная техника питья кофе, нужно его запивать водой, для того, чтобы это не так жестко происходило с нами. Но есть еще один такой полезный эффект у железницы. Если вы начнете ее принимать, то через какое-то время вот эта потребность принимать кофе по утрам, так часто, как вы к этому привыкли, многие десятилетия принимают кофе, поможет вам избавиться от этого, ну уже и не побоюсь сказать, зависимости. Вот, я сама в какой-то степени, я честно скажу, железницы не мое растение, и у меня другие тонизирующие растения, но какое-то время я смогла ослабить вот эту зависимость, и прием кофе у меня уменьшился существенно. И это благодаря железнице. Потом, конечно, я перешла на свои другие растения, которые утром дают мне такой же веселый, положительный и бодрый эффект.